здравствуйте вы смотрите новости о самых важных событиях произошедших в оренбурге расскажут корреспонденты ию тв и я роман ланцев и вот главные темы выпуска жители подгородней покровки и окрестных сел выступили против строительства птиц и фабрики в оренбурге впервые прошел чемпионат области по спортивному программированию театр терра арт погружения с маленьким принцем в оренбурге завершился фестиваль театров кукол подробности смотрите далее жители подгородней покровки и окрестных сел выступили против строительства птиц и фабрики и подписали соответствующую петицию объект должен будет появиться близ населенных пунктов по информации сми это будет крупнейшая в россии птицефабрика которая собирается производить мясо костную муку яичный порошок и минеральные удобрения однако жители негативно настроены на такое соседство петиция против строительства предприятия собрала более тысячи подписей и будет направлена президенту россии в министерстве экологии и природных ресурсов оренбургской области обещают что предприятия не будут строить вблизи жилых домов помимо того в министерстве заверили жителей высоких экологических стандартах на производстве в оренбурге впервые прошел чемпионат области по спортивному программированию помимо наблюдения за соревнованиями посетители смогли и самостоятельно погрузиться в мир высоких технологий с достижениями участников познакомился наш корреспондент на поле вместо людей друг другу отдают пас машины робофутбол одна из номинаций чемпионата участники соревнуются не только в слаженной работе на поле но и в конструировании механических игроков все команды разрабатывают своих роботов самостоятельно наша команда собирала по одному принципу это средний двигатель еф-3 он выполняет движение шестеренок и с помощью натяжения резинки происходит удар в других командах такие успешные ударные механизмы они почти не пользуются поэтому я скажу наши конструкция более перспективно все номинации направлены на взаимодействие с высокими технологиями участники соревнуются в управлении беспилотными аппаратами программирование роботов и написание кода спортивное программирование недавно получило признание в россии как вид спорта сейчас его планирует активно развивать участники приехали со всей области это не только город оренбург и вся область больше почти 400 участников это здорово считаем что главная задача узнать кто у нас занимается робототехникой сильнейших программистов мы сегодня всех их узнаем также их преподаватели и вместе вот такой дружной команды будем развивать это направление мы сегодня фактически открываем эти соревнования не будут носить регулярный характер возраст участников разный от 12 лет до 21 года каждый находит чем удивить судейство это шагающий робот его задача прошагать по линии в этом роботе в конструкции нужно обязательно чтобы робот не ездил без всяких там колес и всяких крутящихся элементов тут главное чтобы робот ходил ими шагающего робота очень важно это имеется конструкцию шестеренок возможно без шестеренок он бы ходил гораздо хуже соревнования по алгоритмическому программированию проводится еще 70-х годов прошлого века вычислительная техника с тех пор сильно изменилась но задачи остались прежними смысл состоит в том что участник получает некоторое количество задач на определенное время значит тур у нас идет четыре часа ему дается 10 задач значит он должен решить задачу то есть написать программу которая правильно решает эту задачу для любых исходных данных есть такая традиция когда участник решает задачу то ему на стул добавляется новый шарик и сразу видно у кого больше шариков тот и лидер в современном мире важно внедрение и развитие кибертехнологий этим занимаются не только люди но и компании соорганизатором чемпионата по спортивному программированию выступил у фанет мы здесь организовали целиком покрытие сети free вайфай сделали локальные сети для участников чтобы эти мероприятия могло вообще произойти само эти направления да это направление в котором работает компанию фанет у нас тоже ведутся разработки много написанных своих личных программ у нас есть своя нейросеть у нас есть там свой фейс айди то есть компания уфанет мы понимаем что все таки за айти направлением будущее за айти специалистами программирования такие мероприятия дают возможность точки роста победители областного этапа чемпионата отправятся на всероссийские соревнования которые в этом году пройдут в воронеже артем вербицкий олег берендеев городской телеканал ютв опасную находку виде авиационной бомбы обнаружили в районе поселка экспериментальный оренбургского района на место выехала следственно-оперативная группа для уточнения обстоятельств в ходе осмотра инженерами саперами росгвардии было установлено что это осколочно-фугасная авиационная бомба со следами коррозии и с нечитаемой маркировкой опасную находку специалисты планируют уничтожить также предстоит выяснить как она туда попала в оренбурге завершился фестиваль театров кукол около ста участников были вовлечены в театр терра арт погружения с маленьким принцем 11 городов россии представили мастер-классы и спектакли оренбуржца ну понимаете всякая фестиваль это смотр что делаешь ты что делаю я что делают твои коллеги в других городах и это не просто мобилизация творческих ресурсов это если хотите в известном смысле и соревнования творческие хотя порой за них ничего никому не дают кроме одного опыта и умение понять соседней ближней себе или далекий от тебя театр как говорил том стоппорт если хотите помочь театру идите не в актрисы а в зрители за пять фестивальных дней было представлено 46 разных мероприятий посетить их смогли около трех тысяч человек каждый получил возможность не только прикоснуться к прекрасному но и стать частью спектакля сейчас у нас здесь будет такая иммерсивная лаборатория для детей с различным форме моего ваза потому что мы работаем с детками из параличом и с различными отклонениями потому что вот этот спектакль пригот подготовлен специально для них ну что мы работаем непосредственно нас четыре человека спектакль рассчитан на восемь то есть на каждого артиста предполагается два ребенка которых он за время спектакля может обрабатывать по полной программе вместе с ним играть чудить и так как у нас репка путешествие в огород то есть мы сажаем репку вместе с ними она растет у нас и мы ее в результате как в сказке вытягиваем в рамках фестиваля были показаны не только детские спектакли но и постановки для взрослых один из них спектакль кроткая федора михайловича достоевского повесть рассказывает историю жизни девушки-беспреданницы которая оказывается замужем за ростовщиком супруги не понимают друг друга из-за разницы в возрасте и социальном положении на самом деле это был такой некий эксперимент все-таки достоевский на сцене театр кукол ладно как бы в драме а тут театр кукол была работа проделана большая достаточно с режиссером с актерами как воплотить эту идею саму в куклы и при этом еще и использовать живоплан я думаю что у нас наш эксперимент удался и вот мы уже наверное года полтора катаемся по фестивалям и вроде как людям нравится но остаются вопросы как режиссер хотел чтобы человек выходя из зала у него было желание перечитать достоевского нам это в принципе удалось люди после спектакля подхода да действительно хочется перечитать фестиваль завершился на минувших выходных но несмотря на то что театральные коллективы покинули оренбург вы все еще можете стать частью театра кукол оренбургский государственный областной театр кукол и театр кукол перо готовы встретить зрителей на пять разнообразных спектаклей билеты можно найти на сайтах театров арт погружения с маленьким принцем завершается валерия поносова роман ланцев софия пирогова артем агишев олег берендеев городской телеканал ю тв традиционной демонстрации 1 мая в оренбурге не будет не будет шествий и в других городах и районах оренбургской области об этом сообщает председатель федерации профсоюзов оренбуржья ярослав черков вместо привычных демонстраций профсоюзной организации проведут собрание актива самое большое состоится в оренбурге 26 апреля в дк россия на встречу приглашены около 700 человек в муниципалитетах области также пройдут собрания субботники встречи с ветеранами и гуманитарные акции а на этом у нас все еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале ю тв орен с вами был роман ланцев всего вам доброго оставайтесь на ю тв